Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Куршиным. Обсуждалось социально-экономическое положение в регионе. Игорь Куршин отчитался перед президентом об итогах 2015 года. Речь шла об административной реформе, привлечении инвестиций и развитии несырьевого сектора экономики. Как отметил глава региона, прошлый год поставил перед нами ряд определенных вызовов. Прежде всего, это связано с тем, что Ненецкий округ 100% связан с ценой на углеводороды. Тем не менее, помимо вызовов, это еще был год определенных возможностей. И чтобы их реализовать, была проведена административная реформа. Основная задача, которую ставлю и себе, и своей команде, чтобы экономика округа как можно меньше зависела от цен на углеводороды, сказал Игорь Кошин. По прошлому году есть уже определенная динамика. Мы получили несырьевой ВРП на 2,3 млрд рублей, что безусловно важно. Тем не менее, основные доходы это нефтяники. И не секрет, что сегодня все субъекты конкурируют за инвестиции, конкурируют за недропользователей. Мы очень внимательно относимся к каждому, кто работает на нашей территории. Это нам позволило сохранить инвестиции на уровне 2014 года – порядка 80 млрд рублей. Кроме этого, мы имеем рост по добыче. Динамика с 2013 года у нас плюсовая. Говоря о несырьевом секторе, стоит отметить, что особое внимание уделено сельскому хозяйству. Один из результатов – это увеличение показателей по надое молока. По итогам прошлого года получено на 100 тонн молока больше. Еще одно приоритетное направление, о котором рассказал президенту-губернатору округа Игорь Кошин – это предпринимательство. Оно развивается. В качестве примера можно отметить тот факт, в регионе 5,5 раз увеличилось число крестьянско-фермерских хозяйств. Сложности есть с социальным сиротством. Только 5,5% – реальные сироты, остальные – социальные. Поэтому проводится определенная работа. Работа ведется и по улучшению качества жизней жителей Ненецкого округа. Средняя номинальная заработная плата в округе выросла по сравнению с 2014 годом. Сейчас это 68 тысяч рублей. Но мы понимаем, что рост номинальный. Реально, есть все-таки определенные сложности, если покупательская способность снижается. Сегодня есть и определенные напряжения на рынке труда. Но этот вопрос отрабатывается с недропользователями. Вводится квотирование рабочих мест для жителей Автангенецкого автономного округа.